Сегодня Путин презентует нового себя и новую Россию, такую, где он спустился прямо с неба и навсегда, где действует его новая конституция, его законы, его правила, а преемственность понимается не как передача руля от одного президента к другому, а как вечный первый номер списка «Единой России» Сергея Шойгу. Ну, пока биология позволяет. А у меня в эфире по скайпу Николай Петров, политолог, руководитель Центра политико-географических исследований. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел сначала вас спросить про выборы. Как вы видите, ну, собственно, мы практически неизвестных не осталось. Вот единственная еще партия «Яблоко» не провела свой съезд. И там, собственно, на самом деле чувствительный вопрос о том, кого из несистемных или полусистемных политиков эта партия согласится, так сказать, обнять и поддержать, и даже, может быть, включить в список. Но в целом мы видим первую пятерку «Единой России». Мы знаем уже одномандатников, мы знаем списки. Насколько это вычищенная следующая Государственная Дума, как ее видит в Кремле и лично Владимир Путин, конечно, потому что он, очевидно, лично смотрел на списки. Вы знаете, хотя Кремль приложил все усилия для того, чтобы действительно все вычистить, мне кажется, возможности для сюрпризов, они, конечно, остаются. И они, в первую очередь, связаны, на мой взгляд, с КПРФ и с тем, что на федеральном уровне коммунисты пошли навстречу пожеланиям Кремля, от которых, естественно, трудно отказаться. Хотя мы увидели Грудинина, который не нравится Кремлю третьим номером в их списке. Но на местах, похоже, компания отдана на усмотрение региональному портактиву и тот же список КПРФ по Москве, мне кажется... Во главе с Рашкиным? Да, Рашкинский. О чем были? Были и слухи, что его могут слить? Да, были. И в этом смысле, мне кажется, КПРФ и Зюганов находятся в сложном положении, маневрируя между Кремлем с одной стороны и региональными активными молодыми коммунистами с другой. Но то, что мы видим, позволяет считать, мне кажется, что в этот раз у коммунистов есть не только хорошие шансы улучшить свой результат по портсписку, но и существенно больше кандидатов провести в одномандатных округах. И здесь как раз срабатывает против Кремля та тактика, которую мы видели, выжженной земли. То есть, когда убираются все маломальские оппозиционные кандидаты, то, по сути дела, наигрывается результат кандидата-коммуниста, который на этом фоне единственный и часто выглядит как более или менее настоящая оппозиция Кремлю. То есть, коммунисты, на самом деле, в следующей Думе будут не те, не совсем те коммунисты, какие были в этой Думе. Они могут себя, ну как, что, более свободно чувствовать, более независимую точку зрения излагать? Я думаю, что и это тоже, и это зависит от их количества. То есть, в сегодняшнем положении они очень сильно ограничены тем, что и без них Кремль может провести, мог провести в уходящей Думе любые нужные для него решения. Хотя мы видели, что коммунисты часто занимали, декларировали позицию, отличную от Кремля и от всех остальных миноритариев Государственной Думы. Но вижу я, собственно, два основания считать, что Следующая Дума может оказаться существенно отличной и в лучшую сторону с точки зрения какой-то конкуренции и декларирования позиций, чем нынешняя. И потому что пропорции могут поменяться, и Единая Россия совсем не обязательно сохранит квалифицированное большинство. А даже если и сохранит, она заплатит за это цену. А с другой стороны, действительно, придут новые люди, в том числе и по спискам КПРФ, которые будут вести себя иначе. А это важно не только с точки зрения того, как будет работать Следующая Дума, но и с точки зрения того, как будет выглядеть наша партийная система. Потому что Зюгановская КПРФ уходит в прошлое, ЛДПР с уходом Жириновского, наверное, исчезнет. И уходом из Думы его сына Игоря Лебедева, который на этой неделе заявил, что в следующем составе парламента его не будет. Тоже важный момент. Ну, это правда. Кто-то считает это иллюстрацией того, что Жириновский сразу после выборов уйдет. А без него ни у Лебедева, ни у ЛДПР, в общем-то, шансов сохранить политическую субъектность нет. А вот КПРФ, это очень важно, кто наследует Зюганову. И от того, как будет складываться компания сейчас, как будут работать коммунисты в регионах, мне кажется, в том числе зависит и это. Как вы видите вот первую эту пятерку Единой России во главе с Вечным Шойгу? Я вижу это как демонстрацию того, что выбирая между тем этих отмыть или новых нарожать, Кремль решил не делать ни того, ни другого. То есть он не вкладывается в то, чтобы улучшить каким-то образом имидж Единой России. Хотя кто-то говорит, что в августе вдруг Дума может собраться и принять решение популярное об отмене, скажем, пенсионной реформы в том виде, в каком она сейчас идет. Как это сыграет, трудно сказать. Но видно, что Путин не готов был ни поставить свой политический капитал и возглавить список Единой России, не выдвинуть, а понятно, что это было его решение, не выдвинуть кого-то, кто мог бы рассматриваться как потенциальный преемник. У нас в пятерке Единой России два ровесника Путина. Они не преемники. Да, такие аватары Путина во внешней политике и в военной сфере, которые считаются самыми большими путинскими успехами. А три других человека – это люди без политического веса. И как бы Единая Россия не выступила на выборах, их судьба не связана с большой политикой. Ну и вопрос, который я не могу не задать. Вот только что стало известно, что исполняющим обязанности ректора высшей школы экономики назначен Никита Анисимов, 43-летний ректор Далевосточного университета. Как вы смотрите на эту замену Кузьминова на Анисимова? Это интересный ход. И мне кажется, он отчасти проливает свет на логику того, что произошло. Ожидали, что освобождается место либо для какого-то крупного деятеля, который пойдет в тираж, либо для какой-то фигуры, которая использует тот мощный бизнес-проект, каковым является высшая школа экономики. Пока мы этого не увидели, хотя второй сценарий возможен, потому что Анисимов выглядит как технократ, но кто придет с ним и кто реально будет контролировать и финансовые потоки, и весь мощный бизнес – это большой вопрос. Но пока это выглядит так, как будто бы это делается в спешке перед выборами, не с точки зрения перераспределения важных активов, а скорее с целью принять необходимые превентивные меры, чтобы студенты московские не играли бы роль каких-то дрожжей во время избирательной кампании и сразу после, чтобы их жестко контролировать. Спасибо большое, Николай Петров, политолог, руководитель Центра политико-географических исследований о том, что в Следующей Думе, может быть, главные оппозиции, вообще главными новостями Следующей Думы могут, главные новости Следующей Думы могут исходить от коммунистической партии. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите «Дождь» на Ютьюбе, но «Дождь» – это намного больше, чем только наш Ютьюб-канал. Заходите на наш сайт, оформляйте подписку, и тогда вы получите доступ к огромному количеству программ. Программа «Политика. Прямая линия» – это аналитический разбор главных политических событий в России за ее пределами. «Деньги и деньги. Прямая линия» – программа об экономике. Программа «Бикос» – о главных событиях и явлениях в культурной сфере. Программа «Харддейзнайт» – эксклюзивное интервью в студии телеканала «Дождь». Программа о психологии, лекции, документальные фильмы, интервью и многое-многое другое. Все это на нашем сайте tvrain.ru. Заходите туда, оформляйте подписку – tvrain.ru слэш подписка, и оставайтесь с дождем.